24 октября 2011 года. Время около 13 часов дня. Через час здесь начнется митинг, организованный клубом «Суть времени» Сергея Ервановича Кургиняна. Добрый день, меня зовут Николай. Я представитель движения «Суть времени». Мы решили собрать здесь тех людей, которые готовы не только слушать, что предлагается активистами, общественными деятелями, но и как-то приложить свои усилия для решения этой ситуации. Потому что нас не устраивают методы решения проблем, накопившихся в нашей стране, такими методами, которые предлагает наша либеральная оппозиция. Оппозиция путем хаотизации народной энергии и, можно сказать, распыления по развлекательным мероприятиям, которые я могу назвать «Митинг на Болотной площади». Вот. Мы будем действовать, мы будем разбираться в ситуации и надеемся, что это приведет к конструктивным последствиям и свернет немножко нашу страну с пути регрессов, которая завалилась в начале 90-х годов. Включаем. Я Виктор Михайлович, бывший депутат Куйбышевского районного совета в 90-х годах. Прошел все до сегодняшнего дня. Был и подделал бизнес, то есть создавал новые условия для бизнеса. Это Куйбышевский районный совет. Начало, начало, как бы было многообещающим. Борис Николаевич, 91-й год, когда мы встретили Бориса Николаевича. Потом 93-й год, когда нас просто расстреляли в Белом доме. И создали условия, что депутатов в принципе не стало. Местных депутатов. Создали депутатские группы, которые непонятно от кого и кем. И сегодня то, что мы получили, то и получили. Создали условия для того, чтобы бизнес был на уровне правительств. Первый президент, исполнительно-законодательная и судебная власть. Все занимаются в своем уровне бизнесом. Мы требуем конкретных вещей, которые можно сделать за несколько дней. Мы требуем, чтобы все политические партии на своих сайтах немедленно выложили первичные протоколы. Протоколы с 95 тысяч участков, заверенные членами избирательных комиссий. Или не подписанные кем-то из них. Все эти протоколы на обозрение всего народа. После этого несколько разных экспертных групп. Пожалуйста, либеральных или любых других. Произведут проверку. Все случаи фальсификации. Опять-таки, выложить. Общественная проверка выявит все нарушения. Люди, которые их осуществили, окажутся в наручниках согласно закону. Результаты будут исправлены. В течение двух недель это можно сделать. Месяц. Для этого не нужно бесконечных судов. Как только будет ясно, как выглядят первичные протоколы каждой партии и какие протоколы существуют первичные, и как они отличаются от протоколов, которые предложил в ЦИК, будет ясно все. Совершил ли в ЦИК преступление Чуров. Если не совершили, его надо не увольнять с работы, а судить. Если он не совершил, значит не совершил. Это все можно выявить. Мы требуем этих выявлений. Почему люди колготятся и ничего не говорят конкретно? Сколько времени можно паразитировать на абстрактном недовольстве, объединяющем Ксению Собчак и нищих учителей? Сколько времени на этом можно паразитировать и ради чего? И второе. Мы не позволим сорвать выборы. Не позволим осуществить либеральной, антинациональной узурпации власти. И мы же чувствуем, что дело идет к этому. Что дело идет вовсе не к тому, чтобы исправить выборы. Чтобы добиться следующих прозрачных выборов. А дело заключается в том, чтобы смута была и благородный народ. С лицом Ксении Собчак и так далее. А дальше иностранные вмешательства. Вот сегодня, насколько я знаю, Иван Хлобыстин призвал прийти именно сюда, на Воробьеву гору, на этот миссия. Если Иван Хлобыстин к этому призвал, он желанный гость, ему открыты двери. Всем, кроме крайних экстремистов. То Иван Хлобыстин в этом случае получается тоже представителем этой гламурной толпы. Я вопрос заключается в том, если он выдвинет гламурные требования, его освещу. Если он выдвинет реальные требования. Ребята, нам нужно только одно. Чтобы произошли в России демократические выборы. Понимаете? Чтобы они реально произошли. Потому что эти выборы передадут власть в руки представителей широких масс. А улица вообще не является широкой массой. Ни мы не являемся представителями всего российского народа. Ни они. Собираются толпы, больше или меньше массы. Но массы не могут представлять собой стомиллионный народ. И не должны. Просто я говорю, что если они хотят представить все так, что их улица выступает от лица народа, то будет другая улица. И клянусь, клянусь, что если они пойдут этим путем, я соберу и 100 тысяч, и 200, и 300. Это вот называется точка сборки. Это начало сборки. Мы соберем обездоленных, широкие народные массы, оскорбленных учителей, врачей, молодежь, лишенную социальной перспективы. Мы их всех соберем. Без Собчак. Не норковую революцию. Революцию ватников. Мы ее соберем, и народ скажет, руки прочь от демократических выборов. И болтать мы не будем. Мы скажем, что надо сделать. Раз, два, три, четыре, пять, чтобы выборы были законными, демократическими, нормальными. Они говорят нам, что мы якобы представляем какую-то там власть. А я что, кто-нибудь не знает из представителей журналистского комьюнити, кого представляет этот телеканал «Дождь»? Есть люди, которые этого не знают. Мы живем в лохотроне образца 89-го года. Что, непонятно, что все это организует либеральное крыло Кремля? Непонятно, кто такая Синдеева? На чьи деньги, так сказать, функционирует телеканал «Дождь»? Я не говорю о каких-то иноземцах. Это гораздо ближе все лежит. Это все организует либеральное крыло Кремля. И понятно, с какой целью? С целью сорвать президентские выборы. Кремль сорвать. Считайте до двух. Считайте до двух. И все понятно, чего хотят либералы. Они хотят сорвать президентские выборы, передать власть в руки своих ставленников. Тогда Сванидзе будет министром информации, так сказать, и так далее, и тому подобное. И на следующих выборах победят либералы. А когда возмущенные массы скажут, как же так, их расстреляют, так же, как в 93-м году. Никто тогда не спрашивал, на чьей стороне воля народа. Как никто тогда не спрашивал, на чьей стороне воля референдума 91-го года. Демократия нужна тогда, когда он отвечает интересам Собчак. И в той мере, в какой он отвечает ее интересам. А нам нужна народная демократия. Все хотят ее. Все, пожалуйста. Пожалуйста. Сергей Иванович, русское православное телевидение. В старину, совсем-совсем давно, методом познания была религия. Прошло 15 столетий, и метод изменился. Появилась наука. Прошло еще 5 столетий. Наука умирает, появилась реклама. В каких отношениях с истиной будет ваш генеральный проект, и что для вас есть истина? Я хочу сказать, что наука безумно усложнилась. Она никуда не ушла. Она безумно усложнилась. И сегодняшняя современная наука, теория струн, теория большого взрыва, как быть, в общем, многие сегодняшние теоретические разработки, протягивает руку религии. Никакая политическая трансформация сейчас, если она является народной, не будет антирелигиозной. Никогда снова, никакая левая или другая власть не будет, так сказать, заявлять о обязательности атеизма и о том, что религия – это опиум для народа. Мы относимся к религиям вообще, а к православной, которой мы обязаны, великой русской культурой, в первую очередь, как к величайшему благу. Мы выражаем им огромное уважение. В ответ мы просим только одного – учесть, что очень много светских людей, что они тоже граждане, что они тоже любят свою страну, что они уважают религию, а их представление тоже надо уважать. Наука и религия, светские люди и религиозные должны протянуть друг другу руки. Мы не дадим еще раз расколоть общество на светских и религиозных, противопоставить их друг другу. Мы добьемся глубочайшего подлинного союза, союза всего народа, всех сил. Скажите, пожалуйста, русский вопрос в России существует? Существует. В чем он заключается? Он заключается в том, что русских хотят загнать в гетто, что они являются народом, который, так сказать, обездолен. Он пострадал больше всего от распада Советского Союза. Кое-кто говорил, что будет такое огромное благо, когда распадутся. Были же, да, Валентин Распутин и другие тоже говорили горькие вещи. Я очень уважаю Распутина, совершенно не хочу его демонизировать. Но ведь было, да, из песни слов не выкинешь. И что получили? И было ясно, что это получим. 20 миллионов русских оказались неожиданно крепостными в других полуфашистских государствах, которые оскорбляют их права. Здесь русский народ несет на себя все тяготы. А русский народ – это народ-держатель империи. Это народ-держатель. И когда Сталин, говорят, что он в 1945 году опомнился и что-то сказал за русский народ. Сталин с 30-х годов говорил, что русский народ – это великий народ, что это благородный народ, что это народ-собиратель, народ-держатель империи. Единственное, чего мы здесь хотим, это чтобы обездоленные, справедливо оскорбленные мальчишки, да, кричащие там всякие слова в адрес Кавказа и все прочее, и желающие ему нанести удар, не ударили в себе в челюсть. Потому что как только их руками добьются отделения Кавказа, дальше раскалывается по Волге, да, пожар идет по Волге, страна распадается и начинается уничтожение, окончательное решение русского вопроса. Вот мы хотим, чтобы этого не произошло. Но империя, союз народов и русский народ – это, конечно, старший брат, народ-держатель. А какой другой народ? Какой? Есть какой другой, который претендует на то, чтобы быть держателем на огромной северной холодной земле? Нет другого народа. Скажите, пожалуйста, сколько вам нужно времени для того, чтобы создать полноценную политическую партию? Хороший вопрос. Да. Для того, чтобы создать полноценную политическую партию, народную партию, нужно полгода. Для того, чтобы создать партию, если верить тому, что говорят, нужно два месяца. Смотрите, это еще только подходит. Смотрите. Следующий вопрос, если позволите. В оранжевом сценарии обязательно предусматривается голова Гангадзе. Как вы полагаете, кого назначат на эту роль? Этого я не знаю. Этого я не знаю. Это хороший вопрос, но я этого не знаю. Я знаете, что знаю? Что я знаю, вот очень точно, вот послушайте, вот это очень важно, что они сейчас скачают клановый конфликт в Кремле, да? Я снова говорю, ну откройте интернет, посмотрите, кто такая Синдеева. В 21 веке живете, да? У меня тоже есть интернет-телевидение. Ко мне приезжал Дмитрий Медведев? Не приезжал. К вам приезжал Дмитрий Медведев? Мы его не приглашали, он нам не интересен. Если бы президент страны сказал бы, он к вам приехал, да? Маленький интернет-канал, сколько раз на нем был Дмитрий Медведев? С кем еще из кремлевских либералов, так сказать, там все на «ты»? Неужели непонятно, что улицу вот это болото Исаахова собирают? Почему так осмелели звезды? Они так были все тихенькие и тихенькие на протяжении последних лет, да? Понимаете? Значит, мы говорим об одном, что сейчас качают кланы. А вот когда кланы раскачаются, вот тогда они ударят. Они сделают что угодно. Я не знаю точно, что они сделают. Как бы, я думаю, что я буду знать об этом заранее. Но в любом случае это могут быть, и это должны быть сильные провокации, которые должны все это взорвать. Понимаете? Вот когда говорят, что американцы, вот они абсолютно циничные, это и правда, и неправда. Они, конечно, абсолютно циничные. Но у них есть формула, понимаете? Им нужна формула. Чаяние народа и тирания. Вот как только возникает тирания, дальше, так сказать, можно защитить чаяние народа. Народом оказываются Горбачев, Кобцовчалка, так сказать, и прочие. Какие-то количество людей, возмущенные существующим беспределом. Их возмущение абсолютно справедливо. И ни в коем случае нельзя называть их там наймитами чьими-то, да? Они живые люди, у которых есть живая боль, да? Вот. Значит, эти люди, плюс их вожаки, абсолютно оранжевые, ненавидимые народом, да? Они выступят как весь народ. Их будет, ну, Москва, глобальный город, да? Тут есть 10-15% богатых, которые всегда голосовали за Сванидзе на всех телевизионных передачах и так далее. Они что, не могут вывести 200 тысяч? Не могут вывести 300 тысяч? Конечно, могут. Значит, это будет сказано, что это народ. Американцы скажут, тирания, чаяние народа и понеслась. Вот этого нельзя допустить. А что нужно сделать, чтобы это не допустить? Так сказать, кланяться власти? Чёрта с два. Нужно обеспечивать, бороться за широкие демократические выборы. За то, чтобы народ действительно, так сказать, принёс курным свою чаянию, свою боль. И чтобы демократия победила. Победила большинство. Демократия – это власть большинства. И это сделать очень просто. Если бы на Болотной, на Сахарово хотели это сделать, давно бы всё было сделано. Но весь вопрос, что им надо крутить смуту. Им надо всё время говорить, что проблема, которая решается, вот просто два пальца в воду опустить, она решена. Она нерешаема вообще. Иначе, как с помощью вот этих бесконечных радений. После этого, в конечном итоге, под давлением масс власть или будет передана либеральному КРУ, или возникнет вот эта самая тирания. Они спровоцируют сами же какой-нибудь эксцесс, потом сами же все телеканалы будут показывать, что это всё, так сказать, враждущий народ. Есть снайперы. Я знаю, что господин Шарп, руководитель института Альберта Эйнштейна, который, так сказать, организует все эти оранжевые революции, его представители, не только они, конечно, но и они тоже. Что все они, так сказать, вполне, когда надо, привозят снайперов. Я наблюдал за процессами в Вильнюсе, да, и все говорили, снайперы, снайперы. А потом Буткевич, который руководил там департаментом охраны, сказал, чьи были снайперы, что он сам привез снайперов, что Ласбергист, так сказать, по моделям этого Шарпа существовал, так сказать, что они приехали, привезли в Вильнюс снайперов. А потом все эти трупы, про которые говорили, что это кровавая чудовищная власть, гобня и всё прочее, там тогда КПСС ещё, да, теперь гобня. А они на самом деле были профессионально убиты людьми, которые как бы никакого отношения к стране вообще не имели. Или, скажем так, относительно. Будет создан Эксесс, тирания, выборы будут сорваны, здесь будет полный подрогашь либералов, и власть будет передана от тех народных избранников, в котором все вы принесли свою живую боль, к самым антинародным силам. Русские очень сильны в одном случае, когда нет игры, нет перестройки, да, вот это враг, это друг, наше дело правое, вот тут они стоят идеально. А когда начинается вот эта махинация, они не всегда распознают, что происходит, что не было оснований возмущаться номенклатурой, в конце 80-х годов были, а в чьих руках всё оказалось в руках самого бесстыдного крыла номенклатуры. Как можно было иметь антиноменклатурную революцию с лицом Ельцина? Ну вот как нужно было это делать? Но сейчас всё ещё подлее, по одной простой причине, что тогда всё-таки какие-то настроения демократические, капиталистические бродили, да, кто-то на что-то надеялся, ведь в конце концов Ельцин, пусть пост президента РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, но выиграл на выборах. Выборы были честными, отвечаю, да? Значит, были какие-то умонастроения, созвучные вожакам этих ТОП, Станкевичу, Попову и других. Сейчас же настроения патриотическо-советские? Ну кто победил? Хорошо, выборы неправильные, но уже на этих выборах кто победил? Самая буржуазно-либеральная партия – это Единая Россия, которая отнюдь не полностью такова. А все остальные партии – Жередовский, Зюганов, Миронов – это чьи партии? Это партии народа, партии патриотическо-социалистического типа. Они победили. Кто стоит на улице? Ну вы понимаете, кто стоит на улице? На улице стоит Горбачев. Горбачев выражает ваше чаяние и борется с путинизмом. Горбачев борется с путинизмом, да? Чего себе. Да? Он этого Путина зализывал до смерти, да? Все эти годы. Говорит, что в нем воплощение его мечты, что он вообще гений всех времен и народов. Теперь он борется с путинизмом. Говорит, наша болотинская перестройка. Болотинская, да? На болоте кто? Лешие, кикиморы. Ну вот они на болоте. Народе уже читают на бороте. Воят леший. Дайте Мише 2%. Дайте Мише 3%. Он так долго на диете находился, бедненький. Мише нужно денежек. Значит, все простые люди должны требовать. Дайте Мише 3%. Дайте Мише 5%. Это что за издевательство над народом? Это что вообще пигмей Центральной Африки? Это один из самых образованных умных народов мира. Как можно, чтобы его на такой мекине проводили раз за разом? И вот здесь нету ни клаки нанимаемой, ни любителей Ксении Собчак. Их нет. Здесь граждане, да? И я говорю этим гражданам. Если вы хотите, чтобы народные чаяния были исполнены, чтобы вас не обокрали в очередной раз, если эти люди будут выступать от имени улицы, да? Мы не на дубинке ОМОНа должны опираться. Ни в коем случае. Мы должны требовать демократии и противопоставить улицы, нашу улицу. Сейчас приехали из 40 регионов, приедут из 89, из тысяч городов приедут. Соберу, соберу людей, отдам последнее за то, чтобы собрать настоящий народный протест. Они хотят получить народный протест, они его получат. И вот о чем идет речь. Потому что, ну честно говоря, никогда не любил, не являюсь, так сказать, королем манежей. Да, не люблю это, не люблю. Но сейчас наступил безальтернативный момент. Если они одни будут стоять на улице, завтра скажут, вот они и есть народ. Горбачев есть народ, понимаете? Собчак. Она называла всех здесь стоящих быдлом, да? А теперь она выразитель народных интересов. Дело даже не в том, поймите, что они там, вот такая норковая революция. Это уже омерзительно, да? Где норка? Где? Я не вижу, да? Где норковая революция? У нас здесь норковая революция. Но бывает так, что очень богатые, да, ну было это и как бы при Ленине, и при Декабристых когда-то, очень богатые идут к народу, да? Потому что они ему сострадают, да? Аврора и зал встают с Дрикольем Сёла. Но это началось в минуту ту, когда Радищев в руководном Камзова оттер слезу, увидя сироту. Но вы верите, что Ксения Собчак может оттереть слезу, увидя сироту? Ну вы посмотрите в лицо, да? Она абсолютно холодно безразлична. Что у вас нет, что нет. Значит, тогда что хотят норки? Что хотят норки? Чтобы Зюганов победил они хотят? Да? Кто-нибудь в это верит? Значит, они хотят сорвать выборы и передать власть в руки самых околтелых либеральных сил. Им нужно сорвать выборы, а нам нужно обеспечить их предельный демократизм и прозрачность. И я здесь же скажу, как это делать. Вот полный идиотизм заключается в том, что ничего не стоит это сделать. Понимаете? Это уже можно было сделать. Уже можно было сделать. В каждом городе, где мы это делаем, всё уже восстанавливается. Все всё видят. Но они же ни слова не говорят о том, что делать. Никто. Вот что они там колготятся? Что они хотят? Что они хотят? Митинг рано или поздно выдвигает требования. В чём требования? Что мы делаем? Что надо делать? Вот же в чём вопрос. И как делать? И как делать? Точно, точно. Вот попунктно. Как это всё надо делать? Отвечу вам очень просто. Очень просто. На сайты всех партий, участвовавших в выборы, открыть на этих сайтах всю информацию о первичных результатах. У нас 95 тысяч избирательных участков, 95, называю примерную цифру, тысяч протоколов есть на руках у каждой партии. Часть из них подписана всеми членами избиркомов, часть нет. По части зафиксированы по полисификации. Всё, что надо сделать, это положить это открыто для всего народа на сайт. Открыть кухню. Открыть её. Дальше мы, как независимые эксперты, любые другие люди, либеральные, нелиберальные, проверят это. Через неделю вы будете знать об объёме совершённого. Если Чуров сошёл с ума и, понимаете, что делал, да, первично имеющийся у всех на руках протокол и переписывал, ставя другие числа, надо не говорить об его отставке. На него надо надеть наручники. Но это надо доказать, да, потому что иначе мы будем все в положении охлоса, там, боярина на коле. Ну, ты докажи и посади. Если это сделали другие люди, другие люди, председатели избирательных участков, так сказать, какие-то там губернаторы и кто, каждый будет выявлен и посажен. И всё. Дальше результаты будут скорректированы. Это первое. И второе, тоже совершенно понятно, что нужно делать. Нужна параллельная народная избирательная комиссия, избирком. Это тоже так просто. Я получаю, как член избирательной комиссии, протокол, я его подписал, я передаю по телефону или на сканере данные в центр. Вы собираетесь в народном избиркоме, вы получаете данные раньше Чурова. И кто может сфальсифицировать, что можно сфальсифицировать? Почему об этом не говорят? А потому что не нужны никакие свободные выборы. Не нужны. Не нужна никакая транспарентность. Не нужна никакая демократия. Демократия приводит к власти Зюганова, патриотов, не знаю кого, но не Ксению Собчак и не Михаила Горбачёва. Сколько людей проголосует за Немцова на выборах? Ноль целых, дальше не хочется говорить, сколько процента, да? Сколько за Мишу Касьянову? Два процента ему надо отстёгивать. А сколько ему стегнёт избиратель? Сколько за Горбачёва сейчас проголосует? За Собчак сколько проголосует? Её крольчатник московский? Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Значит, за кого проголосует народ? За кого проголосует, за того и проголосует. И ни одна иноземная гадина не должна сказать, что у нас в тиране. Не потому что мы, так сказать, обожаем власть и камуфлируем все её фокусы. А потому что мы обеспечим прозрачность. В 21 веке, в условии интернета и всего чего угодно, обеспечить прозрачность ничего не стоит. Вот я хочу, чтобы люди поняли самые простые вещи. Во-первых, как это устроено? Вот устроено, да? Это устроено так, что на каждом избирательном участке есть избирательная комиссия, состоящая из представителей всех партий. Да, да, это у нас бандитское государство. Да, да. Мы хотим в нём выборов? Да, давление, да, всё остальное. Ну так мужество? Не можешь, не можешь твёрдо стоять? Отойди. Стоишь всё, что кого-то убили? Есть случаи, когда убивали членов избирательной комиссии? Да, тяжело. Но борьба это всегда тяжело. Наши деды и прадеды не так боролись. И что? Без борьбы ничего не будет. Но там есть члены избирательной комиссии. Они подписывают протоколы. Значит, эти первичные протоколы надо подделать? Но копий на руках у всех членов комиссии? Значит, эту подделку выявить? Тьфу! Что они не делали? Не дали копию? Значит, не дали копию. Этот участок недействителен? Он недействителен? Всё? Не подписывается? Это пусть он... Я даже не буду говорить, что делает. Он не признаёт. Он всё признает. Он всё признает. Всё признает. Будет давать признательные показания, если он что-нибудь сфальсифицировал. Но только сначала мы увидим, что он сфальсифицировал. Сфальсифицировал утром деньги, вечером стулья. А потом он будет арестован. А не так, что сначала Ксения Собчак проорёт всё, что угодно, а потом начнутся немотивированные аресты. Отсюда и до обеда. Так же нельзя. Почему это не сделано? Почему партии не открыли... Да, пожалуйста. Моё требование, чтобы политические партии открыли материалы на сайтах по всем 95 тысячам участках. Моё требование, чтобы после этого первичные протоколы независимыми экспертами были сравнены с теми, которые были представлены в Центре избиркома, всё было выявлено. Моё требование создания альтернативного избиркома на президентских выборах. И моё требование, чтобы люди, сами называющие себя норковыми, сладенькими и всеми прочими, не выступали от имени всего народа, а если они будут собирать людей и представлять себя как народ, то мы тоже имеем право делать то же самое. И я клянусь, что я соберу всю провинцию, голодающую, мёрзущую, в отличие от них. И она скажет, в чём народная воля. Всё. Спасибо большое. Что? Президент. Ну ладно. Сергей Владимирович, а может быть, Чурову калькулятор подарить большими кнопками? Ребята, ну подождите вы. Давайте убедимся, что происходит. Ну правильно, да? Ну вот даже когда, я не знаю, суд Линча, народный суд, да, говорит, ну слово-то, не надо всё-таки, последнее слово это предрассудок буржуазного суда, да? Вот вы понимаете, что для того, чтобы так фальсифицировать, как они рассказывают, нужно быть сумасшедшим. Значит, на руках у 500-полумиллиона людей находятся протоколы, он берёт, засовывает их в урну и пишет другие. Ну он, он с этого момента смертник. Понимаете? Значит, это ещё на... Непонятно? И не боится. Это не может быть... Это нужно очень... Это надо проверить. Это надо проверить, да. По каждому реально... Я знаю, что в Раменках или где-то ещё, где не поддавались, там, так сказать, всё было нормально, да? Кроме того, эти же фальсификации тоже нужно... Ну их нужно просто перечислить, да? Потому что фальсификация может быть сколько угодно. Да. Пора, пошли. Пора, мой друг, пора. Люди подтягиваются, видишь, там, идут ещё то. Вместе со всеми братскими народами страны объединение русского народа-собирателя, русского народа-держателя. Мы не допустим раскова между нами. Да здравствует братство народов-падыгиды великого русского народа. Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи. Екатеринбургская ячейка сути времени сегодня тоже проводит митинг у себя в городе. Мы вместе с вами сделаем всё, что спасти нашу родину. Ура! Ура! Корея поддерживает митинг на горе. Наш северный край отвергает оранжевое настроение. Карелия была и останется красной. Ура! Москвичи, я из Красноярска. Сибирь вас приветствует. Ура! Сегодня ячейки суть времени действуют в Красноярске, в Кузбассе, в Новосибирске, в Иркутске, в Омске, в Томске. Нас уже много. В следующий раз мы будем все здесь вместе с вами. Не отдадим на растерзание нашу родину. Да здравствует Россия! Ура! Ура! Вас приветствует город-героид Новороссийск. Привет с Чёрного моря, товарищи. Ура! А также Краснодарская ячейка сути времени передает большой пламенный привет и готова к борьбе, так же как и новороссийцы. Всем, всем, всем удачи в борьбе. Ура! Здравствуйте, товарищи. Вас приветствует Пензенская ячейка сути времени. Сейчас наш клуб по всей стране идет, возможно, самую главную битву. Битву за умы и сердца. Ура! Здравствуйте, товарищи. Вас приветствует Воронеж. Ура! Не допустим новой оранжевой революции, не допустим смута в нашей стране. Вместе мы победим. Ура! Ура! Мы собираемся здесь для того, чтобы отстоять наше будущее. У России огромнейший потенциал. Посмотрите, вот как бы что за нашей спиной. Святилище величайших знаний Московской государственной универитеты имени Михаила Васильевича Ломоносова. У нас огромнейшие пространства. У нас одареннейшие люди. И самые великие богатства мира. Господь нам даровал это великое. И мы видим, что при всем этом Россия сегодня международный изгой. Россия сегодня это страна нищих и одновременно страна олигархов. И мы видим, какую оргию лжи запустил позавчера Медведев. Вечно дурить народ не получится. Сегодня Россия выходит на улицу. Россия говорит нет этому фашизму в любом его одеянии. И Россия сегодня, российский народ осуществляет, ощущает себя властью. Но пока властью неорганизованной. Властью, которая пока просто протестует. И наша задача, вот этот потенциал народа, здесь правильно было сказано, объединить вокруг русского народа. Когда снимали нас там с президентских выборов, вы знаете, из 12 членов ЦИК 9 были с русскими фамилиями. Выступает Шенина Тамара Александровна, вдова советского партийного и государственного деятеля Олега Семеновича Шенина. Пожалуйста. Здравствуйте, мои дорогие. Я не оратор. И вообще выступала на митингах только в 91 году, когда сидел в тюрьме мой муж. Так что я шпаргалку приготовила. Я потому здесь, что верю в силу тех митингов, где люди будут бороться за правое дело, за будущее своих детей и внуков. Я еще и здесь, потому что я бесконечно уважаю Кургиняна. Он в первый день пришел к нам в дом, когда арестовали мужа. И еще он государственник. Власть сделала все, что раньше времени ушли из жизни. Валерий Болдин, Надежда Гарифулина, Георгий Тихонов, Лев Рохлин, Валентин Вареников, Виктор Илюхин, Владимир Березин, Олег Шенин и другие. И власть гнает в тюрьме Юрия Шутова только за книгу «Собчачье сердце». Они сделали это тогда, потому что мы не вышли и не сказали, что мы народ, который не позволит им, уличной своей бандитской стихией, предать результаты общенародного референдума. Сегодня они хотят повторить этот номер. Они хотят перестройку 2. Скажем ей «нет». Выступает кресик Анатолий Федорович, капитан 1-го ранга, председатель Союза военных моряков. Здравствуйте, дорогие товарищи. Наши боевые знамена военно-морского флота развиваются над вами. Это военно-морские флаги с атомных подводных лодок, с подводных крейсеров, с надводных кораблей. Эти флаги мы с честью и достоинством несли в Средиземном море. Мы защищали все государства Карфагена Древнего. Мы защищали Ливию, мы защищали Египет, мы защищали Сирию. Как только мы ушли при новом режиме, вы сразу увидели, что там начало твориться. Беспредел, кровавая резня, целиком уничтожается государство под нож. Это уча ждет и Россию. Но враг не пройдет. Военно-морской флот всегда защитит Россию. Да здравствует военно-морской флот. Но я хочу сказать следующее. 2011 год, это трагический год в России. Мы потеряли в этом году двух крупнейших общественных деятелей. Это депутаты Илюкина и генерал-полковник Ачалова. За стенгах КГБ, ФСБ, который год находится Квачков. Свободу Квачкову, полковнику! Спасибо, Анатолий Федорович. Выступает Сивков Константин Валентинович, капитан первого ранга, доктор военных наук. Пожалуйста. Ура! Здравствуйте, товарищи! Я выступаю как чьет высшего офицерского совета России. Сегодня две мафии, кремлевская и либеральная, грызут друг другу глотки. Два гламурья, кремлевская и либеральная, грызут друг друга, чтобы определиться, кто же будет гламурнее рвать Россию. Глобальный кризис, который грозит России катастрофой, заставляет их это делать. А помогает им в этом Запад. Потому что западной элите без российских ресурсов не выжить. Без разрыва России на части. Без уничтожения нашего народа, Ротшильдом и Рокфеллером, своих миллиардов не видать. Выступающий Аболенский Александр Митрофанович, лидер Союза избирателей России, в прошлом народный депутат СССР. Здравствуйте! Ведущий ошибся. Я не прошлый и не бывший. Меня избрал в 89-м году народ. Полтора миллиона проголосовали за. И я никогда не слагал с себя этих полновочий. Избравшие меня люди с северо-запада всего России меня не освободили от ответственности. Завтра, напоминаю, трагический день. Ровно 20 лет назад над Кремлем спустился красный флаг. И никто из вас не знает еще одного предательства Горбачева. 20 декабря 91-го года ему было вручено требование одной пятой депутата в СССР созвать чрезвычайный съезд. Прекратить это безобразие беловежское. Вот в этот день, 20 лет назад, он торговался, видимо, за цену последнего предательства. Дорогие друзья и все выступающие, мы собрались здесь для того, чтобы, первое, выработать конкретные меры, позволяющие выявить масштаб фальсификации, наказать виновных и исправить ситуацию в Государственной Думе. Второе, выработать конкретные меры, позволяющие сделать президентские выборы абсолютно демократическими, абсолютно прозрачными. Третье, не дать сорвать выборы и устроить либеральный мятеж. На Сахарова сейчас народу совсем не так много, как им кажется. Что касается обманутых людей, пусть приходят сюда. Мы пришли для этих трех вещей. Первое, исправить думскую ситуацию. Второе, полностью сделать так, чтобы президентские выборы были свободными. И третье, противопоставить народную улицу, гламуру Ксении Собчак. У нас три задачи. Они устраивают всех кандидатов в президенты. Дорогие кандидаты, вам всем это нужно. Вопрос не в том, за кого из вас будет народ. Вопрос в том, чтобы народ сорвал мятеж либеральный сволочи и вернул себе историческое достоинство. Да здравствуют эти цели. Ура! Ура! Следующий выступающий Жуков Георгий Александрович. Чуть не сказал Константинович. Президент Фонда развития электронной демократии. Внук легенды. Великого маршала Георгия Константиновича Жукова. Ура! Я не верил в политику и политикам с 93-го года. Я не люблю политиков, потому что я считаю, что из-за них умер мой дед. Но уже 20 лет я думаю над тем, как сделать так, чтобы воля народа не трансформировалась через тех, кто ее искажает. Не искажалась людьми. И я для себя решил, что единственный шанс это устранить влияние человеческого фактора из процессов управления государством. Чтобы все системы, которые сейчас задействованы для управления государством, для самоуправления людей, осуществлялись с помощью электронных средств обмена информацией. Прототип такой системы был реализован еще в начале 70-х годов в Чили. Эта система не смогла запуститься, потому что в результате государственного военного переворота, осуществленного при поддержке США, страна была потоплена в крови. Технологии эти давно существуют и искусственно замалчиваются. Я считаю, что истинная свобода может прийти к людям только с помощью электронной демократии. Я называю это так, потому что демократия — это способ управления, в котором граждане управляют своей страной. Спасибо. Они хотят сказать, что за ними современность. Они угут. Они дикари в норковых шубах. Современность за нами. Новые методы демократии за нами. Именно мы требуем широкой, прозрачной, народной демократии. И мы ее добьемся. Да или нет? Следующий выступающий Полосков Сергей Алексеевич, депутат Верховного Совета РСФСР созыва 90-го года. Один из тех шести депутатов, которые проголосовали против ратификации Беловежских соглашений. Пожалуйста, Сергей Алексеевич. Уважаемые товарищи, всем известно, что история повторяется дважды. Один раз как трагедия, другой раз как фарс. 20 лет назад либерально настроенная часть партнерменклатуры выводила людей на улицы, используя их законное негодование, и вместо реформ организовала нам развал страны и катастройку. Сейчас, через 20 лет, либерально настроенная часть нашего правительства выводит на болотную людей, которые, не согласны с результатами выборов, возмущены подтасовками и готовят нам уже разрушение России. И, к сожалению, средства массовой информации, послушные им, начинают говорить о том, что на улицу выходит средний класс, что на улицу выходят интеллигентные люди, которые борются за свое попранное достоинство. Но мы прекрасно понимаем, что это не так. Что Ксения Иссовчак это символ интеллигенции. Мы понимаем, что Ксения Иссовчак это символ борделя под названием Дом-2. И гламурной тусовки, которая, так сказать, с жиром уже просто бесится. Это что, Михаил Касьянов символ честного чиновничества, которого, все знаем, была кличка 2% и который организовал в масштабах всей страны совершенно наглую систему коррупции, от которой страдает вся страна. Это что, Боря Немцов великий и честный, так сказать, борец за правду, угнетаемый, так сказать, полицейскими. Нет, это губернатор Нелегородской области и вице-премьер правительства Ельцина в самые страшные 90-е годы, которые организовали нам голодуху, развал и уничтожение фактически нашей экономики. Так, что у нас дальше? Смерцал закат, как блеск ленка, Свою добычу смерть считала, Бой будет завтра, а пока Свод взорвался в облака И уходил по перевалу Отставить разговоры Вперед и вверх, А там Ведь это наши горы, Они помогут нам Они помогут нам Клянемся, что каждый оккупант, который попытается разыграть с нами ливийские штучки, найдет здесь могилу так, как нашли солдаты и офицеры Наполеона и Гитлера. Клянемся! Клянемся! Алло, оккупантов! Вон из России! Ура! Так, у нас следующий выступающий Вассерман Анатолий Александрович Ура! Даже представлять не надо Интеллектуал, известный журналист Здравствуйте, здесь Вассерман Как человек достаточно долго зарабатывающий на жизнь своим умом, я хорошо знаю, чем человек умнее, тем больше глупость, которую он в состоянии придумать. На моей малой родине, Украине, в декабре, в ноябре-декабре 2004 года на площади независимости в Киеве собрались не только активисты молодежных организаций, прикормленные из американских рук, там было немало людей, искренне считающих, что их обманули, и готовых бороться с этим обманом любой ценой. Они только забыли, любую цену всегда платят из чужого кармана. Вот из нашего кармана эту любую цену заплатили организаторы рыжего бунта. Сейчас и на Болотной площади, и в высокопрофессиональных средствах массовой рекламы, агитации и дезинформации провозглашаются в точности те же лозунги, которые я уже слышал во время рыжего бунта. Более того, сейчас даже вытащены на свет в точности те же математические рассуждения о статистике голосования, которые были и тогда, и с которыми я уже тогда спорил. сейчас пытаются снова разыграть тот же сценарий, который был тогда. Пытаются его разыграть еще и потому, что наша нынешняя технология выборов сегодня все еще так же несовершенна, как тогда. И я глубоко благодарен Сергею Ервандовичу помимо всего прочего и за то, что он предлагает технологию контроля за выборами, способную действительно снять множество вопросов, с помощью которых свое время на пять лет отбросили назад Украину и сейчас надеются на пятьдесят лет до революции отбросить остальную Россию. Здравствуйте, я совсем не политик и даже не умею так кричать, как надо на митинге, но я постараюсь. Я постараюсь. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что здесь, наверное, никто не говорил об ужасах, которые пришли к нам в последнее время о законе о здравоохранении. Я читала этот законопроект еще летом. И вы знаете, Гитлеру в самом сладком сне не приснилось бы то, что утвердили наши законодатели. Страшная вещь ювеновенная юстиция, когда разлучают детей и родители, когда отнимают детей у нормальных родителей, когда детей учат предавать самых близких людей, своих родителей. Страшное разрушение в образовании. Все это ужасно, конечно. И я с этим имею дело как детский психолог, а вовсе не как политик. Я имею дело с чудовищно развращенными детьми, у которых от этого развращения поехала крыша. Но я хочу вам сказать, что не этим подонкам, которые сегодня там собрались на проспекте Сахаров, я не имею ввиду людей, я имею ввиду организаторов, не этим подонкам, которые ни звука никогда не проронили в защиту детской чистоты, в защиту образования, в защиту нормального здравоохранения, не им ругать власть. Однажды в 95-м году я пришел с работы и узнал по телевизору, что мой одноклассник Ярик, которого мы за прическу дразнили копна, что его тело нашли на помойке. Кто-то ударил 26 раз ему ножом в горло и в грудь. Мой другой одноклассник, Леша, умер от предозировки наркотиков. Девочка, в которую я был влюблен в 3-м классе, спилась. Еще двое ребят прекрасных из моего класса, они спиваются, они в процессе. скажите мне, неужели я должен вот этим людям на Сахарова простить Ярика и Лешку и позволить им управлять своей жизнью и жизнью тех, кого я люблю. Еще раз. Они что, думают, у меня нет памяти, нет разума. Вот там вот, дворец пионеров, я там занимался в военно-певническом клубе юный десантник. И мои друзья по этому клубу, они гибли в Чечне, потому что эти люди решили переводить наших ребят там на мясо, потому что они боялись армии. Им нужно было армию связать. И они начали войну в Чечне, выкормили Дудаева. И вот мои друзья, мои ребята там гибли, делались инвалидами. Они что, надеются, что я их еще раз подпущу к своей стране, к своим товарищам, к вам подпущу? Мы что, не можем защитить друг друга от вурдалеков и людоедов? мы что, им простим? Нет! Ничего не добудем и не простим. Я благодарен за замечательное выступление, за замечательное выступление. Я только обращаю внимание всех собравшихся на то, что у нас митинг до четырех часов. Мы готовы стоять и в холоде, и готовы стоять насмерть. Но у нас есть правило. друзья, которые выступают, просим вас, нам надо еще зачитать резолюцию. Говорите емко и коротко. Говорите людям то, что наболело. Спасибо всем. Пожалуйста, следующий выступающий. Семенков Владимир Петрович, член Центрального Совета Союза Православных Граждан. Граждане России, я обращаюсь к вам так, потому что для всех нас, для многомиллионного народа России настал момент истины. Если мы сейчас на этой площади не осознаем, не вспомним нашу Конституцию, где записано, что именно народ России главный источник власти и суверенитета нашей великой страны, мы провалимся в бездну, мы провалимся в бездну вместе со страной, мы должны осознать себя подлинной властью гражданами этой страны. Мы народ суверен, и это находится в полном соответствии с нашей Конституцией. Рыбаков Петр Николаевич, координатор блогерского интернет-сообщества за Каддафи и его народ. Здравствуйте, товарищи, предыдущий оратор Роман очень хорошо сказал, что мы ничего не забыли. Конечно, мне сразу вспомнился, вспомнилась рожа Явлинского в 93-м году, когда он выступал с телеэкрана, призывая Ельцина расстрелять Верховный Совет. Почему 6 тысяч защитников убиты, а эта тварь сегодня проводит митинги? Недавно мы ездили в Сирию поддержать сирийский народ, но сейчас планируется тоже агрессия против него, Запад планирует, как и у нас, кстати. Мы встретились там со многими людьми, с президентом даже, но мы встретились там со священнослужителем старшим, у них муфти он называется, он нам сказал, что Советский Союз надо восстанавливать, вы представляете, священнослужитель говорит, что Советский Союз всему миру нужен Советский Союз, всему миру, и всем, в первую очередь, конечно, республикам нашим, советским. Так давайте скажем, что нам нужно, что нам нужно, наша Родина ССС, наша Родина ССС, наша Родина ССС, Спасибо, товарищи. Спасибо. Донда Сергей Анатольевич, главный редактор газеты «Планета Антиглоб», руководитель антиглобалистского движения Москвы. Товарищи, за последние 15-20 лет сказано было много о тех негативных явлениях, которым привела политика так называемых реформ. Развал сельского хозяйства, промышленности, пьянства, наркомании, коррупция, беспредел чиновников. Нет ни одного человека, который не задавал бы себе вопрос, что делать. И вот оказывается, что как бы еще не все потеряно. Есть еще как бы политики, о которых не были различные судьбы России. Явлинский, Лимонов, Немцов, их организации Яблоко, НБП, Правое дело, есть еще Стратегия 31, Общественные Мемориалы и другие. Но тем не менее и получается, что эти кардиналы оранжевого движения как бы стоят горой за обиженных и угниченных. Но так ли это? Мы проходили нечто подобное в начале 90-х, когда на смену Болтуну Михаилу Горбачеву пришла команда Ельцина. Но получилось так, что вместе с грязной мишиной водой из таза был выброшен и ребенок социально ориентированных государств, в результате которого всем стало хуже в квадрате и хубе. Сегодня борцы с путинизмом и коррупцией говорят, будем раскативать лодку, но им все равно, что будет, когда лодка перевернется. Стало ли лучше на Украине, когда к власти там пришли оранжисты? Нет, стало еще хуже. Чиновники стали творить еще больше беспредел, экономическая ситуация ухудшилась. То же самое произошло и в Грузии после прихода к власти цветного революционера Михаила Горбачева. Недавно проплатенные ЦРУ оранжисты вергли народы Ливии в пучину хаоса и смерти и пытаются повторить ливийский сценарий еще и в Сирии. Глава политического клуба седьмое ноября. Спасибо, Дмитрий Владимирович только. Ну ничего страшного, просят быстро, поэтому я сразу по сути. Значит так, что хочет та площадь? Давайте говорить прямо. Они ставят вопрос о власти. Они готовы, они хотят в марте брать власть. Они это не скрывают. Вот в чем дело. А предлагают ли они альтернативу? Нет, не предлагают. Они предлагают ту же гадость, только в другой обертке. Они говорят про честные выборы. Но какие могут честные выборы при капитализме, когда одни придут с мешком денег со СМИ, а другие с пустыми руками? Честные выборы и капитализм несовместимы. Батов Александр Сергеевич, один из руководителей Российской коммунистической рабочей партии, революционной партии коммунистов. Добрый день, уважаемые товарищи! Я приветствую вас от имени РКРП, РПК, от имени той партии, которая в октябре 93-го защищала советскую власть с оружием в руках. Первое, тут правильно говорили про выборы. Это уже много раз было и еще наверное будет. Это не выборы, а фарс. Пока существует эта система, пока существует этот строй, никаких честных выборов не будет. Партия жуликов и воров и все остальные ее филиалы играют и разыгрывают этот цирк из раза в раз. Нужно менять не партию власти, нужно менять не лицо, нужно менять систему. Это первое. Второе, про болото и тех лягушек, которые там квакают. Вот то, что происходит сегодня, доказывает со всей очевидностью, что происходит контролируемый слив народного протеста. Там теперь Горбачев, Ксюшинь и всякие прочие там чуть ли не Петросяны песни и пляски устраивают. Все это для того, чтобы народный гнев, народное возмущение вогнать в рамки хомячков, которые всего-навсего болтают про честные выборы. Невозможен никакой нормальный настоящий народный протест без социальной составляющей, без социального протеста, а именно этого больше всего боятся оранжевые. И наконец это доказывает все, что происходило десятого и происходит сегодня, доказывает, что оранжевые и Путин это одна банда и работают они на одно и то же, на капитализм. Вот здесь стоят представители, вы меня слышите? Вот здесь стоят представители правоохранительных органов, очень хорошие люди, с которыми мы находимся в глубоком человеческом единстве. Но они отвели нам времени до четырех часов. Я заявитель митинга и я его должен завершать. Я не могу больше ничего сделать. Я знаю, что вы будете стоять долго. Мы принимаем резолюцию. В этой резолюции мы требуем того, о чем здесь говорилось. Мы требуем народных выборов. Мы требуем прозрачности выборов. Мы требуем того, чтобы процедура выборов была открыта. и мы верим, что народ разберется, что народ выберет своих представителей. Мы не дадим это сорвать либеральной чуме. Вы доверяете нам принять такую резолюцию? Да или нет? Да! Если завтра мы соберемся здесь, то каждый из 10 пришедших сейчас обещает нам привезти 10 людей и показать им, что такое народ. Да или нет? Да! Расходимся, зная, что мы сила, что мы им сорвать выборы не дадим, что мы добьемся демократии и что мы вернем великую страну, которую они у нас отняли. Клянемся этим мертвым и живым. Клянемся на Воробьевых горах. Клянемся! Митинг завершен. Спасибо!